Вперёд наткнишься? Хорошо. Тянет назад, можешь идти назад, но... Ног тянет вперёд. Кузнецов Илья, 52-я программа. Не разворачиваюсь. Тяну вперёд. Охренеть! Блин, Анатолий, теперь понятно, что ты этим занимаешься. Ахренеть! Спасибо! У меня до речи попало. Слушай, знаешь, что надо сделать? У меня немножко, походу, кусало на одной штуке. А у нас ещё улетел этот. Дрюгер. Классная твоя. Да? Можно, да. А она от чего? От чего? Да. От, как там, кластерной короче коробки, которую мясом накладывали. Я не знаю, какими образом она здесь оказалась. Я лезду, сотрю крышку, а потом сегодня начинаю разбираться. Далее. А у нас как? Жизнь не хватает. Я, допустим, немножко... Видишь? Нет. Вот они. А, да, вижу, вижу. А я сейчас скажу, соберу. Блин, купец. Блин, господи. А оно вот просаживает. Это чуть-чуть я один раз чувствовал. Ты тебя не пугаешь? Ну, подожди, сейчас будут еще такие язди, я сам куплю. Я сейчас тебе сам смс-пишу. Думаешь, кнопка где, а? Все, нормально. Верху. Да. Все. Не кричай. А вот ты так же путешествуешь, получается? Представь себе, вот, бивуак делали. Чего делали? Бивуак называется перелет. Маршрут бивуачный. 10 дней, в общем, не ездил. Пусть тут нет, вообще не ездил. Пусть и... А это обязательно горы должны быть? Да. Можно моторов устроить, там, ты глянь. Проблем нет. А как, вот, смотри, мне всегда дует в лицо. Оно же, ну, оно же... Как это было? Ну, ты же летишь, и тебе, да. А как ты определяешь, какой ветер? Он же в лицо дует. А скажи честно, тебе скучно? Да. Вот сегодня, да, когда вот вообще не приземляешься одно и то же. Одно и то же место. Блин, почему, вот почему, я не понимаю, любое занятие, которое превращено в работу, в рутину, становится скучно? Конечно, я не буду больше, я не буду больше, я не буду больше, чтобы делать, чтобы делать. Я не буду, потому что не управиться. Но ведь это по факту твое хобби, но ты сейчас уже, наверное, не… ты получаешь то удовольствие, которое раньше, когда это было только твоим хобби? То есть, ты такой, типа, как это называется, интроверт? Можно трюк? Нет, на какой-то бутылке у нас высоты нет, подожди. А, блин, точно, я смотрю, провалились. Ирина Анатолий, ну я с момента приезда вышел из этой, из графы, как она называется? Овервейт. Овервейт. Так что… Слушай, меня твои весы вообще смущают. Они говорят 79, но по ощущениям я вешу, ну, 76. А, блин, они мои гидатьские круги. Ну, мне тоже кажется, сегодня… Надо эти, знаешь, как в банях стояли вот эти с гирьками, короче. Слушай, у меня не то чтобы ноги болят, но не так, короче, комфортно. Я не могу представить, как ты целый день так лазишь. А вон там высоко, а мы до туда не долетим. А ты вообще общаешься с людьми, когда летаешь? Ну да, так у тебя, ты такой, знаешь, психотерапевт, они с тобой остаются, их жизнь в твоих руках, на 15 минут у вас тет-а-тет. Вау. Надо мячик посмотреть, где-то он там валяться должен. Вроде поймали, да. Два бесплатных полета за день, но это ты себя пересилил, конечно. Ты такой, другой раз согласился, ух ты, какой тут провал. Вообще не понимаю, кого здесь может укачать. Так, сейчас подожди, мы в стакуляции летаем, где в стакуляции. А у тебя никогда не бывает вот этого дизи? А как начать? Вот, ну допустим, я себя не знаю, но я такой богатый москвич, у которого есть желание полетать. Что мне делать? То есть на этих, как это называется, гайдов на ютюбе нету? How to be? Я так диджей начал немножечко. Я думаю, так все нужно делать. Мы в каньон-то не улетим? А как происходит работа? Ты видишь поток и набираешь? Сначала я хожу на места, которые создают продукты, тренировали, притягивая колесики, паскальники. Вот именно такие. Определенное расположение, да, полу плана. И вот так выключить? Хорошо. Спасибо. Спасибо.